Приветствую вас, друзья и не другие. По поводу Лии Ахиджаковой и ее фактического увольнения из театра «Современник». Я так понимаю, что она без работы не останется. Государство о ней позаботится. Ну, как государство? Не существует такого персонажа, как государство, но существуют разные другие персонажи. Вот, допустим, Евгений Миронов, который возглавляет государственный театр, театр нации. А Ильена Ситникова из Канады, которая дружила в свое время, работала с Лии Ахиджаковой, пишет, что Миронов уже сделал ей предложение. Нет, он не из своих доходов в 30-40 миллионов пару предложил Ахиджаковой, а предложил ей работу в государственном, повторю, театре. Но песня совсем не о том. Не в этом проблем. Я вообще против культуры отмены, против преследования людей-богемы, чиновники. Вот это совсем другая история. Я вот о чем. Понимаете, какое дело? Вот то, что говорит Лия Ахиджакова, не прокатил бы ни в какой другой стране мир. Ну, ни в одной. Вот, представьте себе, чтобы, там, не знаю, Мирил Стрип какая-нибудь. Я почему про Мирил Стрип вспомнил? Потому что в свое время беседовал с Толызиной, и она там упоминала и Мирил Стрип, и Илью Ахиджакову. Мирил Стрип, она восхищалась, ну, про Илью Ахиджакову, ну, оставлю ссылку в описании для тех, кто в танке. И, опять же, песни Диатол. Вот Мирил Стрип бы заявила, что она желает поражения своей стране в войне, там, не знаю, с Мексикой, Канадой, Японией, неважно. Там бы никакой Вашингтонский обком не предпринимал бы меры, не заседал ли бы в Конгрессе. Нет, она бы просто стала парией, она бы просто не смогла бы нигде сниматься, потому что ни на один спектакль, ни на один фильм с ее участием люди бы не пошли, потому что люди там, в Америке, в частности, патриоты. Я почему про Америку говорю? Я в начале 90-х, после стажировки в газете «Пресс-демократ» калифорнийской, которая принадлежит New York Times Company, Нинусенович тогда предпринадлежал. Провел очень много времени в 90-е там и сделал для себя много открытий, честно, что не существует свободы слова в США, но и убедился в том, что люди там свою страну любят. Они могут критиковать конкретные партии, конкретных политиков, но чтобы кто-нибудь из американцев, тем более публично, желал поражения, военного поражения своей страны, это вообще невозможно представить. Вспомните, когда Майкл Мур, документалист какой-то, там фильм снял совершенно, ну как бы и объективный, что там сколько-то кратцев по Фаренгейту, какому он был повергнут астракизму, когда он не выступал против своей страны. Оливер Стоун, на которого здесь недавно напал, то ли украинский журналист, то ли общественный деятель, прикопался к нему с вопросами, не стыдно ли ему, что он фильм про Путина снимал. Да, он снимал фильм про Путина, он снимал фильм про Соединенные Штаты, разоблачая хищническую совершенно внешнюю политику страны, которой живет. Но страны, которую он при этом любит. И это было ясно совершенно и очевидно. А у нас не любят свою страну многие деятели культуры. Ну вот не любят. Они любят всячески другие страны, в том числе и Украину. Смотрите, вот Зеленский же просто сказал, что союзниками Украины являются Хиджакова, Александр Немцоров, Андрей Макаревич. На государственном уровне озвучил, что они люди, эти граждане России. Ну, может быть, не только России, но в том числе и России. Они за Украину. В контексте войны России с Украиной. Ну, вообще говоря, я знаю двоих из этих трех, то есть Хиджакова я не знаком. Это талантливые люди очень. Александр Глебович Немцоров просто гениальный репортер был, талантливый публицист. И я нисколько не рассказываю, что в свое время там делал. Первый о нем сюжет на всесоюзном телевидении. О нем, как о ведущем, 600 секунд. И цитировал, и продолжается цитировать его в своих книгах. Но Марина Лескова, медиаидеолог, абсолютно права. Талант не облагораживает своего носителя. Немцоров просто конченый подонок. Абсолютно. Циничный, беспринципный. Человек, у которого нет вообще ничего святого. С Андреем Вадимовичем Макаревичем другая история. Андрей просто тоже знаю очень давно, десятилетия. Он заблуждается. Просто у него, как в общем-то у музыканта, недостаточно знаний истории, географии. Он просто не понимает какие-то вещи. Кстати, Немцоров и Макаревич. Немцоров в свое время писал, что люди, которые занимаются музыкой, в частности, поют. У них что-то там, ну какая-то такая, по-моему, псевдонаучная фигня. Ну, короче говоря, они идиоты. Он-то в тот конкретный момент имел в виду Филиппа Киркорова. Это был выпад против бывшего мужа Пугачевой. Но он на самом деле отрикошетил и по Пугачевой, и по тому же Макаревичу, и всем прочим. Но опять же, песни совсем не о том. Миронов пригласит Ахиджакова. Все будет у него в порядке. Потому что валентность Чулпан Хаматовой надо занимать. Чулпан Хаматова, я напомню, это и подруга, и соратница Евгения Миронова. Не по фонду, а как раз по Театру нации. И они получали всяческие награды. Гратья про Чулпан Хаматова у ее нынешней пропадодателя из Латвии, режиссер, фамилию которой я не помню, в интервью говорил, что ее очень ценят в офисе президента, то есть Зеленского. Что тоже как оружие в информационной войне с Россией. Так что и Чулпан Хаматова вернется. Конечно, она вернется. Я не знаю, возглавит ли она снова фонд. Это там, не помню, чем закончилась эта история. С хищениями миллиардами из этого ее фонда. Но она будет сниматься. Будет снова на сцене с Мироном. Я почему так спокойно говорю? Потому что про Ахиджакова она очень пожилая. Мы там с ней по чисто биологическим причинам рано или поздно расстанемся. А у Чулпан Хаматова все еще впереди. Вы помните, сейчас я понимаю, что многие скажут, да как, не может быть, после того, что она наговорила, после всех этих ее заявлений, после славы Украины со сцены. Да нет, но вот вспомните, там, 10 лет назад, когда Алексей Серебряков уехал в Канаду и тоже сказал, что национальная идея России – это хамство, сила еще что-то. Ну, кстати, если бы он сказал бы это в другом контексте, еще, возможно, была бы какая-то полемика. Но вот он сказал, что он не хочет, чтобы его дети росли в этой стране. Он хочет, чтобы они росли в Канаде, где есть ЛГБТ Свободы и так далее, и так далее. И все были уверены, что он уехал с концами. Так и нет. Он снимается, в том числе и за государственные счеты. Получает деньги из бюджета. Конечно, может быть, не такие, как Чулпан Хаматова в свое время. Я напомню, что просто то, что я нашел в свое время на сайте госзакупок официально от государства, даже не опосредованно через какие-нибудь театры, получала по трети миллионов за то, что читала стихотворение в сборном концерте. Она выходила на сцену, прочитала стихотворение, получила 300 тысяч. Опять же, песня совсем не о том. Разговоры были, когда Бортич со своими этими митингами, призывами к свержениям всего, чего можно. Мы тоже говорили, что все. Как бы теперь ее не будут снимать. Сегодня утром просто прочитала, выходит новый то ли фильм, то ли сериал. Сериал, по-моему, где она в главной роли с Янковским снимается. Так что все у них будет в порядке. Почему? Потому что очень много заукраинцев. Во власти. В министерствах. В ведомствах. Те, которые принимают решения. И которым эти люди близки, симпатичны и понятны. Ну и кроме того, со многими из них их связывают еще какие-то приятельские отношения, которые за скобки тоже нельзя выносить. Так что можно, конечно, посочувствовать Хиджаковой, что ее спектакль закрыли в современники. И посопереживать. Я не сочувствую. Я считаю, что она... Не хорошо, наверное, на женщинах так говорить. Но она ведь сама себя перевела в разряд политических деятелей. Про политические деятели можно говорить. На меня она произойдет впечатление глупой и злобной старушенции. И симпатии она мне не вызывает. Кстати, даже вот в предыдущие годы, когда она у Лизанова снималась, тоже, в общем, ну никак. Ну, мое мнение, значение в данном контексте не имеет. А вот то, что все у него будет в порядке, по всей видимости, значение имеет. Потому что сейчас идет война. И не только информационная. И люди, которые выступают против... Она сказала ведь, что она поедет в Киев, ее приглашают в Киев. Она сказала, что она поедет в Киев после победы Украины над Россией. Ну, это просто пипец. Как говорила. Устами своего персонажа. Коллега Хиджаковой. Ну, в том смысле, что она актриса. Тоже в части политических деятелей. Мария Кожевникова. Вот просто пипец.